Девушки отдыхают Додавили в свое время На хайграунд, по-моему, заходить так и не решились И в итоге у Рэйв была в пике Медуза Джио свое дело сделал Там все очень просто оказалось для Джио Даже сейчас по иконке, по-моему, у него Мана Шилд вокруг иконки самого персонажа Напротив никнеймов вы видите с каждой из сторон Но давайте, ладно, вернемся к данному матчу А то как-то мы заговорились Тролль Варлорд, Шторм Спирит, Леон и Зевс Для команды Рэйв и Кэнси Випс Забирают у нас Фейслес Войда Первым же пиком Фейслес Войд ушел Прошу заметить Скайрос Мак у нас Второй Лешрак и Эрс Шейкер Для CSW на данном моменте Рэйв у нас забанили Бладсикера пятым баном Даже удивительно, кто вообще помнит такого персонажа Ну и Магнус от Кэнси Випс Отлетает пятым в баню Ну все, осталось, конечно, много дополнительного времени у Рэйв Но очень хочется верить, что Относительно быстро сделают они свой пик Шторм у нас Вот если Рэйв у нас возьмут Тренд Протектора Повторится ли вчерашняя игра Не помню, кто там сотворил ад с соперником Кто-то, кто-то, кто-то Ну тоже азиатский дивизион был Уже перемешались матчи Там Зевс вместе с Тренд Протектором На Легкой стоял Тоже за Дайер И разнес в щи просто За 16 минут Снесли полностью линию Ну тут Бристл Бэк Брист у нас отходит для Рэйвов И теперь немного интересно Что у нас будет делать Зевс Куда он направится То, что и Тролль Варлорд есть Которому надо фармить И Шторм Спирит есть Которому надо фармить И Зевсу было бы неплохо пофармить Но Зевс, скорее всего, у нас саппортить, конечно, будет Ну и Брист наверняка отправится в сложную Райор на этом персонаже 13 триллиардов каток уже сделал У Кенсей Випс по лайнам Фейслес Войт, скорее всего, будет фармящий У нас Лешрак и Шейкер на саппортинге Хотя и нет Наверное, все-таки так не будет Я думаю, Фейслес Войт пойдет на сложную Леший будет фармить легкую Скайра Смак и Шейкер на саппортах Ну и мид персонажа До Кенсей Випс осталось добрать Это то, как мне видится данное развитие событий Лешрак, в принципе, универсальный Куда угодно его можно направить Но Леш ему в любом случае надо фармить Пуш-страта здесь, как таковая, не вырисовалась То есть одними диаболиками здесь не отмажешься Инвокер у нас идет в мид Ну вот, собственно, нормально все тогда мне видится Мид у нас для инвокера Чейнц на нем будет отыгрывать Мусика будет на Лешраке фармить Туди идет в сложную на Фейслес Войде Ай-яй-яй, проснулся талант аналитика Ну, честно говоря, тут пальцы скрестить На полнейшую удачу Я понадеялся, повезло 3-4-3 у нас Шейкер И Скайра Смак остался незабранным Кто там, кто там, кто там Ладно, всех не запомнишь Энба играет на Зевсе Каст у нас на Лионе Возможно, на Лионе у него по экономике дела будут получше Чем в прошлом матче на Вич Докторе Там провал полнейший Нищебродство от Вич Доктора Так до конца игры, кстати, Аганим и не собрал Джио у нас будет фармить на тролле Крисси на Шторм Спириде НБ у нас Саппорт И Каст у нас Саппорт Крисси на Шторм Спириде отправится в мид И против него будет стоять Инвокер Вот это противостояние мне будет приятно Понаблюдать Шторм против Инвокера Инвокер это вообще Постоянный Постоянный инноваторство В файтах Всегда все интересно Всегда непонятно, как Что будет развиваться Все действительно зависит от пряморукости Мидера команды CSW Ладно, по лайнам, в общем-то Все понятно Туди отправляется в сложную Пока что с ним идет Гоу Дот Тут на подсейв, скорее всего Здесь Шейкер Вместе с Мусикой Отправляется вниз Так, а что у нас подлагивать началось? С чего бы это вдруг? С чего бы это вдруг? Вроде бы нормально все Началось Де Дос Де Дос Так, Крисси у нас Будет в миде против Инвокера Это уже, собственно, они прекрасно понимают Игроки обеих команд Кому против кого стоять Гоу Дот здесь, я думаю, на время Хотя, может быть, и не стоит Отпускать Войда О, что в руках я вижу у нас у Туди Вот что в руках у Туди Богатенький Говнючок Так, Лешрак у нас На нижнем лайне будет фармить Вместе с Шейкером, который на саппортинге будет Мусика здесь постепенно отжимает Руну Ну и здесь у нас файт от команды Рейв за руну Крисси, скорее всего, баунти руну заберет Здесь уже вчервером пришли Ну, так за За 100 копеек Так, конечно, рвать задницу Это перебор Ну, ладно В принципе, тут копеечка к копеечке И, гляди, Рейв На ранних этапах что-нибудь Да вывезут По шмоткам Вообще, Рейв в прошлую игру Начальный этап Относительно терпежно Демонстрировали 1.6 или даже 1.7 Шла данная команда CSW классно дрались в начале Все у них хорошо получалось Правда, потом Наконец-то выформил свои артефакты Бэтрайдер И врывы начались По всей карте Ну, а пока врывы от Бэтрайдера На него идет перетяжка внимания И, соответственно, благоприятные условия были для Медузы На которой, в общем-то, Джио Выформил даже больше, чем Разрешено законом Чейнс на миде Чейнс готов фармить У Чейнса имеется Нул Талисман Тут Танго пробустили его Чейнс пока что у нас заряжен в фарм крипов Гоудот понял, что против Даблы Одному Чейнсу тут не постоять Ну, Дабла на миде уже хорошо Зевс Правда, без маны Криси тоже Практически без маны Тут на 2 ремнанта только осталось У Криси банка уже должна лететь Да, у Чейнса банки Пока что нету Чейнса Всего 300 на руках На... Ну, здесь под Кентавров у нас подставился 3-4-3 Не понял я, куда его ХП делись Тут Кент просто Немножко разозлился Что к нему домой пришли И такое устраивает Ну, Дабла на миде теперь стоит против Криси Где Зевс находится? Куда отправился НБ? НБ пошел на нижний лайн И ушел отсюда Зачем только ходить? Непонятно По-прежнему первого левела Зевс Третья минута у нас уже Начинается через 5 секунд Зевс пока что Толком без левела Без фарма У Туди 3-1-1 По Крепам 3-1, точнее Просто по Крепам У Джио по Крепам 7-2 Войд немножко здесь Терпит Касс врывается у нас На Туди Подкоп имеется Но Хекс даже ее задней Стал Потому что пробить Войда Сложновато Здесь имеется Первый бэктрек Ну, всего по одному Всего по чуть-чуть у нас У Войда В это время разбирают На нижнем лайне Райора Втроем игроки Команды CSW Так, у меня Какие-то пролаги начались Прошу прощения Одна секунда Перезапустим Дотан Не переключайтесь Две миллисекунды Сейчас все будет Извините еще раз За технические неполадки Дотан Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Все, возвращаемся Возвращаемся в трансляцию Один фраг Мы всего лишь пропустили Только что у нас убили Бриста Правда, Бриста убили второй раз Вроде бы все нормально Небольшие были пролаги Ситуация вроде бы решена На счет Посмотрите 2-0 Умирает у нас Бристлбэк Умирает уже второй раз Пять минут позади Давайте на графиках Глянем, как обстоят дела Менее тысячи Преимущества команды CSW По экспириенсу Тоже полторы тысячи От CSW Но это неудивительно Они два фрага На легкой линии Заработали У Лишрака По крипам 22 на 8 Мусика здесь чувствует себя Превосходно Мусике я смотрю Фишка какая-то На интеллектовых персонажах Формить легкий лайн У Туди тем временем 9 на 1 По крипстатам Туди просто Надо заработать левел Туда вы прекрасно понимаете Кто уже будет дэмэдж вливать Мусика пока без диаболиков Ну это понятно Через Лайтнинг Сторм Потому что Просто надо фармить Ну здесь от ЕМП Кое-как Криси улетел Поймали бы В ЕМП у нас Криси Тут бы полнейший развал Хотя и так он практически Без маны остается Надо отбиваться Так Зацепили у нас Гоу Дота Подкопали Скайросмак отправляется В таверну 2 1 Становится счет Что не так Зевс у нас Нажимает на паузу Все Понятно Будем разбираться Ну 2-1 Нормально Есть время Давайте артефакты Посмотрим Пока ребята решают Свои технические вопросы Видимо У меня были Траблы Джио Having Problems Да Джио Проблема Так Шейкер у нас С одним тапком Понятное дело Лешрак уже С арканами Тысяча на руках У инвокера Тем временем Фейсбутсы Практически Собраны Или может даже Собраны Нет Не собраны Остается немного 150 монет Ладжик и Нулталисман Тоже имеется 150 на руках У Зевса Ничего Кроме тапка И одного варда У Бреста Тоже дела Не лучшим образом идут Вроде бы 9 крипов А вроде бы и 2 смерти Странный предмет Ну и у Леона Тапок Ну а дальше Все Что необходимо иметь Леону на ранних левелах То есть Ничего Вообще Смог ТП Леон В принципе Не для этого берется На ранней игре Такое у меня есть Такое по одежде Войт у меня Имеется Все Камон Анкамон Ну нашел я чем гордиться Правда вот такого у меня нет И как мне Интуиция подсказывает Никогда не будет Можем по вещам В принципе посмотреть А можем Кстати По новостям Кто слышал Кто читал Команда Мипаунд У нас На секундочку За Собственно За один шаг От развала На данный момент Стоит Ушел от них Ушел от них Хани И команда Мипаунд Теперь В составе всего Трех человек Во-первых Они играли там Со стендином Одним Ну и Хани Понятное дело Основное звено команды Вокруг него Собственно Все и строилось Но Хани ушел И ушел В сложный для команды Момент И сама команда Заявила Что рассматривает Несколько вариантов Дальнейшей Судьбы Своей Возможно Это будет Набор новых персонажей Но и не исключают То что команду Вообще Распустят Ну 2015 год Весь собственно Для команды Мипаунд Кривовато идет Играли со стендином Играли Играли Никто идти туда Не хочет Или они Никого не хотят Видеть в своем составе Из тех Кого брали стендинами И в итоге Еще Хани Отвалился Короче говоря Мипаунд Очень скоро Мы можем Больше не увидеть Ну все прекрасно знают Что дота европейская Да и СНГ Дота Это просто колода карт Где Мешаются игроки То в одну команду То в другую Редкие персонажи Не знаю На кого даже обратить внимание Разве что Нави какие-нибудь В котором Хвост и Денди Никак не могут поменяться Но два остальных Три остальных героя Вы прекрасно знаете Как быстро в Нави Уходят Ну и СНГ Дота Та же история Virtus.pro Asus Polar Empire Друг другу передают Персонажей Не персонажей Медийных конечно же Персонажей Игроки То за один коллектив То за другой То за третий Собственно Мипаунд Хороши по составу своему Правда Сыгранности практически нет Играют Относительно Пабовскую доту Проходи На очень высоком уровне Но тем не менее Сыгранности нет Хотя по составу Индивидуальные скиллы У каждого игрока Достаточно крутые Я думаю Без команды Те кто остались Не будут Но опять же Еще это не официальное Заявление Это просто Версии Как руководства Команды Так и самого Хани Который интервью дал После своего ухода Случилось это По моему Либо вчера Либо сегодня Но новость Об этом Я сегодня Наблюдал Но это так Просто На затравочку Пока у нас Пауза Что же интересно Такое там Случилось Сразу два игрока Командер рейв У нас Отвалились Давайте вещи Рассматривать Всегда полезно В любой непонятной ситуации Рассматривать шмотки Имморталовская шляпа У нас у Криси Поздравляю У Каста У Каста очень круто Вот такой у меня Тоже имеется Ха-ха Тут все в принципе По фэншую Все очень круто У Каста По одежде Правда он играет На персонажа Который толком в игре Ничего решать не будет Если как в прошлом матче Так вообще беда И печаль будет Для команды Рейв От Каста У Джейо На тролле Просто быть Ничего не может У Мусики У Мусики У Мусики У Мусики Рога комоновские Класс Просто отлично У Бреста здесь Что у Бреста У Бреста Мусиковские рога Что вообще творится Да у Бреста Мусиковские рога Удивительное рядом Шейкер у нас Серьезный Коронованный шейкер И У инвокера Инвокер голый И спасибо за это Инвокеры Жутко смотреть На все Сеты на инвокеров Что за ножки У инвокера Покушать бы тебе Ну не возвращается У нас команда Рейв Что происходит Непонятно В принципе Проблему они Не осветили Да у Джейо Проблема Мы это видим То что у Джейо Проблема Это понятно и так Иначе просто так Джейо у нас Не отваливался Из файта Пока не возвращаются Ждем возвращения Если что Можете Пока Вопросы свои Позадавать Можем в общем-то Пообщаться В Чате Лучше свой шмот Покажи Да шмот Там по минимуму Шмота Сетов Наверное Штук 15 16 И то Только потому что я Стараюсь не пропускать Массфайты И соответственно Даблкилы И прочее 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 Ловлю И донай товаров И все остальное Но опять же Это моя работа Тут особый профит есть Когда у тебя куплен билет Когда ты Смотришь матч И стараешься не пропустить Ни единого момента Мне в общем-то Отвечать за данные Мувы То тогда Шмотки выпадают Только что упали Какие-то рарные ноги По-моему На Вивера Показать я вам их Пока что не могу Сам ставил Сам ставил на Рейв По составу Рейв Мне кажется Намного сильнее Рейв Вообще Подают Колоссальные надежды Как по мне В азиатском дивизионе Одна из наиболее Интересных команд Конкретно Джоин Дота Молджи Про Лиг Нет Комменчу я Недавно Кто задавал вопрос Насчет того Сколько я комментирую Комментирую Недавно Официальные матчи Мы комментируем Недели две По-моему Если я не ошибаюсь Но до этого Доту не комментировал Комментировал Настоящий Виды спорта На телевидении Но это В общем-то К доте отношения Никакого не имеет Но отсюда Наверное опыт Отсюда голос И Ну что-то там Комплименты Какие-то по голосу Ребята раздавали Всем кто пишет В ВК Всем особенное спасибо Такой саппортинг Очень хорошо влияет На Общее состояние духа И Самочувствие Да У комментатора есть Вебка Но вебку Комментатор включать Не будет Потому что На почве игры Профессиональных коллективов Смотреть на лицо Комментатора Я думаю Не стоит Не самое приятное Зрелище Не говорю Что у меня там Какие-то уродства На лице Но Светиться На фоне Команд Которые играют В официальных турнирах Ну Немножко Не вариант Ну Не возвращаются Хотя EverythingOK Написал у нас Написал у нас шейкер 343 написал А, но это насчет того, что готовы ждать Джо по-прежнему Не отлагал и также у нас куда-то В никуда отправился каст Приблизь героев и рассматривай их Зачем? Кто не видел героев? Ребята Что это вообще такое? Стань на одной ноге, на одну ногу Закрой глаза и коснись указательным пальцем Носа. Что это вообще за мув такой? Кстати, на автоматическую переключимся Чтобы я мог чат хоть как-то контролить Нет, стримом никто ничего не зарабатывает Вы же видите, прекрасно, что у нас пока Бесплатные подписки и все остальное Стримом я ничего не зарабатываю Комментим пока Для души Собственно Вы же видите, подписки абсолютно бесплатные Рекламы у нас пока на канале нет Пока ждем, когда Твич обратит на нас внимание Но Твич уже обратил на нас внимание К счастью Вот, поэтому Стрим это не путь заработка Путь заработка Совершенно иной И вам об этом вряд ли Интересно будет знать Да и мне вряд ли интересно будет рассказывать Моя основная работа Комментаторство Ли Ну, в последний месяца полтора Да Моя основная работа Это комментаторство Но тут очень много Организационных вопросов Вы прекрасно видите, что мы Совершенно молодая организация Все В общем-то С нуля создается Опять же Не на самой благоприятной почве Есть у нас Мастодонты серьезные Которые уже тысячу лет в деле И нам тут пока Сбоку постепенно пробираемся К центру Пробираемся к каким-то Успешным моментам в работе Ну, комментирую Относительно недавно Потому что тут Помимо комментаторства Есть очень много работы Вы опять же видите Что и графика И чат И все остальное Это занимает очень много времени Очень много сил отнимает Ну и Стримы по 12 По 13 часов в день Это Это еще в хороший день Так-то На прошлой неделе И по 14 По 16 часов было Join.mlg League Вообще не жалеет Никого О боже Мама-мама Я схожу с ума Ну нас уже Три игрока Командер Рейв Отвалились Куда-то Они просто Отходят И такое ощущение Что один чувак пошел Позвонил второму Говорит Тут вообще Тут роскошно Приезжай срочно Тот поехал к нему Вдвоем уже Звонят третьему И зовут его К себе Ребят Ребят Комментирую Я профессор Я профессиональный баскетбол Я профессиональный баскетбол Который Джио По золоту чуть менее 500. Команда CSW также опережает своих соперников. Но это было и в прошлой игре. Потихонечку CSW выигрывали. Что-то там вывозили. Какие-то артефакты крутые появлялись. Причем появлялись у нас крутые артефакты на мусике. Мусика там был впереди планеты всей по фарму. Но куда это все делось, вы сами прекрасно знаете. Райора у нас поймали. Райор, скорее всего, третий раз отправится в таверну. Нет, Райор отсюда уходит. Через ульту хотел у нас, точнее, лишь рак забрать. Но тут какая вообще ульта? Тут маны всего-то 1000, а оставалось там 200. Понятное дело, что за секунду все это исчезает. Вопрос студии меня интересует больше всего. Сможет ли у нас Войд сегодня выформить артефактов больше, чем это сделает тролль с легкой? Я, конечно, за Войда руками и ногами. Персонаж очень интересный. Тролль, ну не знаю, тролль меня меньше радует. Тролль какой-то простой, что ли, какой-то скучный. А Войд, сами прекрасно понимаете, тут и забэктречить что-нибудь может. И хроносферу поставить по четырем своим игрокам. Ну, короче говоря, неожиданный игрок. И никогда не понятно, что вообще внесет он в файт. Может забожить, а может и свою команду на колени поставить. Но тут, наверное, не на этом уровне все-таки. Ну, короче говоря, Войд меня будет интересовать. На Туди будем обращать внимание побольше. Тем более, Войд стоит соло в сложной. А это уже заслуживает внимания. У Чейнса тем временем появляются фазы. Есть 450 сверху. Мэджик Вон в руках имеется. НБ направился у нас в мид против Чейнса. Но у Чейнса тут седьмой левел, а у НБ второй. Я думаю, 1-1-1 колд снэп залетит у нас в НБ. НБ развалится. Тем более, цеплять есть чем. Торнадо и МП проблемы будут у НБ 100%. Инвокер с руки дамажит уже 100. 99. Если быть более точным. А у Зевса сколько там ХП? 570. Ну, после Торнадо приземлится и рассыпется. Короче говоря, в соло без взрослых дядь лучше тут НБ самому не ходить. У Шейкера пока ничего, кроме тапка, не имеется. 175 на руках. У Войда мы видели. Пурмен Шилд 820 сверху после Бутсов Спид. У Скайра Смага ничего. Ну, кор-герои давайте. Давайте смотреть важных ребят. Так, где у нас Тролль? Ой, Тролль. Где у нас Шторм? Шторм за собой Панду водит. Что Панда Шторму принесла? Принесла ему Робов Зе Мэджик и принесла. Но это он не водит. Это он водит за собой просто, чтобы отпиваться бутылкой. Шторму туда-сюда летает банка. Опять какая-то ерунда. Ладно, давайте хотя бы глянем у Лешрака какие дела. 670 на руках у Лешрака. Поинт Бустер есть. Аркан Буцит тоже имеются. Пока все хорошо. По Крепам мы видим Лешрак на четвертом месте. Гоудот у нас глубоко позади. Хотя Гоудот, кстати, не так много уступает у нас оффлейнеру. Бристлбэк вообще загнали его на сложной. Бедняга еле-еле 13 крипов добил. Ну, понимаете, прекрасно. Ну, это жесть полнейшая. Теперь у нас отвалился Скайрос Мак. Гоудот отпал. Только переключаешься на кого-то, он сразу выходит. И так всю жизнь. Не знаю, держим ли эту паузу и смотрим, что будет. Давайте я буду следить за игрой. Пока, в общем-то, не обязательно вам смотреть. Давайте немного на паузу поставим. Немного музыки включим. Тут заставочки у нас есть. В принципе, можно будет порассматривать лица филиппинцев и всех, кто здесь участвует. Все, услышимся через несколько минут. Как только команда вернутся, я сразу же впущу вас в игру. За Дотой буду следить. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что, наслушались музыки? Заканчиваем мы прослушивание неинтересных композиций и возвращаемся к более-менее интересной Доте. Наконец-то у нас подключился Скайрос Мак. Вторая пауза в игре уже, но это была не настолько затяжной. Хотя, я думаю, пауза в игре не последняя. То, что было два раза, наверняка повторится и в третий. Тут даже и думать нечего. Ну, по лайнам пока, в общем-то, ситуация ровная. Никто никого не пушит. Все стоят и фармят крипов. Все очень спокойно. 3-1, правда, сделали. Но это все относительно. Опять же, половину этих фрагов мы с вами пропустили, пока отваливался я из Доты. Но то у меня лаги, то у команд. Тут уже прошу извинить технические вопросы, которые просто-напросто не подконтрольны. Ни мне, ни игрокам. В айду прилетели тем временем Пауэр Трэдс. Туди на сложный уже вынес. 23 крипа. И тут опять же он и лайновых крипов разваливает, и лесных сейчас себе заберет. У Туди пока все хорошо. У Троля тем временем появляется Владмир. Появляется Солу Ринг у нас для Лешрака. Даже как-то странно, почему Солу Ринг. Ну, Пойнт Бустер имеется. Я думаю, сначала прогрейдит у нас... Прогрейдит у нас... А, все-все-все-все-все-все. Да, это не Аганим, конечно же. Я думаю, что это выход, скорее всего, в ранний Бладстоун. Хотя неоднократно я наблюдал, как собирали Пойнт Бустер. После этого собирали Солу Ринг на Лешрака. И вроде бы думаешь, что уже Бладстоун на подходе. А там появляются артефакты на Аганим. И первый Пойнт Бустер улетает именно в этот артефакт. Ну, глянем. Не буду вообще гадать. У меня уже столько раз обламывали игроки различных команд. Так что анализировать по вещам вообще не берусь. Особенно на Лешраке. Тудис стоит относительно сносно. 28 на 6. У него это все в сложной. Восьмой левел уже есть. Один раз через хроносферу здесь забирали Джио. Который попытался зайти на Т1. Там и остался. Так, зацепили у нас Войда. Но это все просто немножко устроится салити. Ну, нормально. Леон первого левела, в принципе, Мана Дрейн. Войд практически не почувствовал. Чувствовал. Куда Туди ходит и зачем он здесь ходит? Непонятно. Ну, видимо, прочекал просто ситуацию. На лайне нет Криси. Криси куда-то ушел. Возможно, готовился выход. Туди, в принципе, обезопасил себя. Проверил. Теперь не переживает. На миде у нас НБ. НБ по-прежнему меньше левелом, чем инвокер. Но сейчас уже пятого. У инвокера практически десятый левел. Поднимают у нас ветра НБ. Тут фисурка сейчас под ноги прилетит. НБ у нас под ЕМП рассыпается. Инвокер очень круто все реализовал. Криси, правда, влетает у нас с Чейнса. Тотемом, наверное, подстопят Криси. Хотя нет. Заблочили крипы у нас 3-4. И уходит отсюда Криси. Одним фрагом команда CSW ограничилась. 4-1 становится счет. За Зевса заработали 319. Ну, это практически не считается. Криси, по-моему, хорошо себя чувствует. Криси нормально устроился. Он отправился в лес. В лесу выформил себе уже на 1 обливент став. Тут немного совсем осталось. Дальше ждем появления Оркета. Шекер пришел у нас на саппорт к Faceless Void. Хроносфера есть. Можно попытаться зацепить. Но тут надо цеплять, скорее всего, обоих. Потому что каст обломать может всю движуху. И Джейо может тоже промахами обломать всю движуху. Что за фиссура? Плоховатая фиссура, конечно, пошла у нас от каста. Но это не хуже меня, понимает Шекер. Не выходит даже из деревьев. Шекеру стыдно. Оставили одного Райора, кстати, на сложной. Тоже примечательный факт. Райор наконец-то хоть что-то по фарму себе заработал. Уже 33 у него. Где в это время Лешрак? Лешрак с паровозами крипов в лесу воевать сейчас будет. Три спауна уже имеется. Можно попытать забрать. В принципе, через Lightning Storm все будет хорошо. Инвокера разобрали. Очень быстро Криси ворвался. Плюс каст здесь подкоп дал. Развалили. У каста дела теперь получше идут. Он не умирает. Правда, и не убивает. Но два асиста имеется. Здесь втроем разобрали у нас тролля. Туди давал хроносферу. Можем, в принципе, понаблюдать за этим. Как это было? Ну же, ну же, ну же. Нет, с Дотой что-то не так. Что-то явно с Дотой не так. Так, у нас здесь Джейо зацепили. Хроносфера, видимо, была проюзана. Все, я больше не буду перекручивать. Какие-то траблы с самой Дотой происходят. Может, это на серваках беда? Потому что с железом вроде бы все в порядке. Ничего изо дня в день не меняется. Железо абсолютно сносное. И по качеству, по скорости, по всем параметрам подходит для стримов. Лагов быть по факту не должно. Ну, посмотрим. В это время у нас Бристлбек умирает внизу. Ну, как-то быстро у нас мрут ребята. Только переключаюсь, все трупы наблюдаю. 7-2 счет на данный момент. CSW уверенно лидирует. Хотя по фрагам это отображается, а по золоту практически нет. Вы видите, что CSW, в общем-то, нигде относительно. Рейв умудрились отковырять. Как это получилось, вы видите в левой верхней части экрана. 90 крипов у Джейо и 87 крипов у Криси. А там 80 у Чейнца и 73 у Лешрака. Тем более Лешрак у нас отправился в лес. Лешрак толком денег сейчас не зарабатывает. И опыта тоже толком не зарабатывает. Насобирал у нас Леший на Бладстоун. Голый тапок здесь и Бладстоун имеется. Ну что, у нас драка за Т1 командой CSW. Ульта пошла от Чена. Туди без хроносферы. Бэктречит у нас верхнюю Туди. Добивает у нас Леона. И, скорее всего, Зевсу тоже рассказывает. На Туди верхняя прошла. Но он бэктрек свое дело сделал. Первого левела бэктрек. Туди должен был отправляться на тот свет без вопросов вообще. Там 100% на крутой дэмэдж должен был выливаться. Туди очень сильно повезло. Ну, такой персонаж. То, о чем я вам говорил. Вроде бы он должен умирать. Он не умирает, убивает двоих. Вроде бы он должен дамажить серьезно. И хроносферой ловить чужих. А он своих поймал. И там свои все развалились. Короче, абсолютный имбаланс. Но имбаланс не по вопросам неконтримости. А по вопросам того, что не знаешь, чего вообще ожидать от данного героя. Skyros Mag на мид переместился. На нижний у нас отправляется 3-4-3. Здесь уже Брайор допихивает последний удар в вышке. Бристалл забирает у нас вышку. И у него, в принципе, готов вангвард. Уже 1147 на руках есть. У НБ, тем временем, есть Транквилы. У Шторма. Два Обливентстафа. И практически готовый рецепт на Оркид. У Тролля появляется после Владмира и Фазов. Появляется... Что у тебя вообще появляется? Тролль всего по чуть-чуть. На распродаже взял Belt of Strange и Band of Elven Skin. Тролль, скорее всего, сейчас умирает. Музика врывается на него. У Мусики диаболики проюзаны. Ульта горит. Все, Джей Йо должен сыпаться. Надо не стоять, Мусики, а бегать вокруг. Бегать и радоваться, смотреть, как умирает Тролль. Потому что Мусика мог огрести по первое число здесь. Потерял больше половины ХП, но, тем не менее, в соло Тролля забирает. Ну, вы прекрасно понимаете, эти ранние левела. У Тролля нет. БКБ, и я думаю, минут 10 еще 5-10 точно не будет. Так что, если один в один драться, то ситуация должна повторяться. У нас Сайленс в 3-4-3. Вот разобралась команда СССР, что имеется у Оркит у Криси. Хотя Оркит бесполезен, когда ты стоишь в хроносфере. Очень круто по дэмэджу у Туди все. Тут ДД у Туди. Понятно, почему у него все круто по дэмэджу. Я просто смотрю, он как сумасшедший наваливает. С трех ударов одного, второго, третьего, четвертого Туди, скорее всего, и здесь. Сейчас Райора развалит. Мистик Флеер был. Не прорисовывается Мистик Флеер. Влили все, что можно было. Минус 4 сделали. Одного Шекера разменяли на 4 фрага. И по файт-рекапу вы можете прекрасно видеть. Даблкил у нас здесь от Туди. И 4 смерти. 2 400 по графикам в сторону СССР. По Экспириенсу тоже ситуация очень и очень похожа. У Туди 1600 на руках. Появляется, в общем-то, по таймингу у Инвокера. У Оркет. Не забывайте, что здесь у Урнов Шадоуса. Что дополнительно есть у Спирита. У Спирита есть Сол Ринг. Ну, тоже, в общем-то, относительно одинаково. По Нетворсам можем посмотреть. 7700 и 8000. Ну, практически одинаково по Нетворсу у мидеров обеих команд. Игра, несмотря на то, что 15-4, относительно ровная. Хотя СССР, конечно, по золоту, по Экспириенсу опережают. И это видно. Это все во фрагах отражается. Ну что, ворвались у нас на Туди. Туди под Сайленсом. Криси летает здесь. Сумаил Стайл разваливается у нас постепенно на Туди. Мусика ворвался. Хочет против двоих драться. Пожалуйста. Батл Транса у Троля нет. Можно драться. Диаболики подрубать надо. Включая диаболики. Здесь пошла погоня за Криси. Погонять теперь Райора. Ну, не так хорошо это у него получится. Райор, в принципе, не настолько сладкий, насколько Тролль. В это время анстапа был у нас от Инвокера. Здесь разобрали Зевса. Где Инвокер? Инвокер на миде. Опять же, не собирается уходить. У нас Хроносфера стоит, если вы не видите, но она стоит. Здесь ЕМП крутится. Буду озвучивать то, чего не видно. Вон Хроносфера с 5-секундным опозданием. Ну, не смогли развалить Троля в Хроносфере. Правда, смогли разнести мозги к касту. 21.5. CSW уверенно доминирует. У Лешрака огромное количество денег. Огромное количество денег также у Инвокера. Стал он гораздо сильнее, чем Криси. После появления Оркида нормально себя чувствует. Инвокер. Что-то кастовал? Нет, ничего не кастовал. У меня уже полнейший мандраж. Непонятно, почему не прорисовываются скиллы. Точнее, конкретно их каст. Я слышу по звуку, что ЕМП кастуется. ЕМП мне не показывается. Я слышу, что поставлена Хроносфера. Хроносфера не стоит. Ну, вы понимаете, можно, в принципе, догадаться. Если что, вы уж извините, какой-то трешак полнейший со второй игрой. Не только у меня, но и у Грагу. О! Абаба Галамага, но и у игроков. Вот так вот. Ученьца 1800 на руках. CSW стоит и готов драться. Драка пока, правда, не организовывается. Что-то упало. Упал Дайровский барак. На миде крипы немножко подковыряли Тауэр, но массированной атаки нет. Ну вот, отваливается у нас каст. Что-то продолжает происходить странное в этом матче. Вот у нас и третья пауза. Так, ладно. Даже ждать не буду. Музыка, заставка. Пока обсуждать нечего. 21.5 по золоту 7500, по экспириенсу 10 тысяч. Услышимся, как только начнется матч. Пока переключаемся на графику и все сопутствующее ей. Музыка. Да хренушки вообще они музыка. Не дают ни музыки послушать, ни игру нормально посмотреть. Команды возвращаются у нас. Команда CSW в полном составе. Возвращаемся к матчу. Но там песня все равно была ни о чем. Ничего страшного, я думаю, не случилось. На данном этапе у инвокера уже 2300 на руках. Инвокер по Нетворсу поднялся на вторую позицию. Практически догнал лишь Рака, но у них тут особенно противостояние быть и не должно. Они в одной команде играют. Ну, Криси обогнал и обогнал практически на тысячу. У Криси появляется Point Booster. Готовится выход в Soul Booster. У Туди меня интересует, что имеется. У Туди практически собранный Black King Bar. Осталось до рецепта добраться. У Skyros Maga все в ману. Да и 1000 по ХП уже имеется. 3-0 Talisman. Аркан Буцы. Классно выглядит. Шейкер 1700 на руках. До Даггера 550. У инвокера мы видели. Инвокера 2500 пока ничего не тратит. Ну и Лешрак нас интересует. У Лешрака Геосептер имеется. Имеется 17 зарядов в Бладстоуне. Еще и плюс Блинк Даггер. Ко всей этой ерунде. Совсем немного будет ли тарить Этериал, я не знаю, мусика. Возможно, это не лишено смысла. Но с другой стороны, там есть поинтереснее артефакты. Такие, например, как Аганим, такие как Шива. Все это мусике будет полезно. Что-то в Курьере себе приобрел. Бутсов Тревел приобретает у нас Лешрак. Прочий немножко поступил. Ну да, с одним носком бегать это на 22-й минуте для топ-нетворца на карте немножечко стыдно. У Шейкера немного остается до Даггера. CSW реально доминирует. Теперь ситуация полностью поменялась. Теперь у команды Рейв или не поменялось? Да, ничего не поменялось. Ситуация та же. У CSW два саппорта гораздо мощнее смотрятся, чем два саппорта команды Рейв. Ворываются у нас в Райора. Здесь стоит Хроносфера. ЕМП, Мистик Флэйр. Райор сыпется. В спину бьет у нас Воид. Добился Воид в спину. Получил Finger of Death в лицо. Развалили Воида. Умирает у нас Джио. Пока что 2 в 1. Также умирает у нас Шейкер. Летает здесь Криси. Криси пока очень круто реализовывает все, что необходимо. Где Инвокер? Инвокер бегает у нас в Гюст Волке. Ну, здесь отковыривается команда Рейв. Чейнс бросает у нас Колд Снэп на Райора. Райор должен дотикать. Ну, опять же, здесь горит Мусика. Мусика разваливает у нас Чейнса. Трипл килл и Гадлайк для Лешрака. 20 зарядов в Бладстоуне. 2000 на руках. 24-8. 3 в 3 подрались. Но все это сконцентрировалось в руках Лешрака. Здесь кто забирал? Здесь, да тут уже непонятно, кто здесь что забирал. Короче говоря, Лешрак просто он фаер. Тут Блэк Кинг Бар аж просится. БКВ против магии. И Гюст Септер против Физ Дэмэджа. Что с ним делать будет позже непонятно. Но это не будет вечно. И Мусика это не хуже меня понимает. Нужно собраться и через диаболики пойти и начать разбирать хайграунд. Иначе тролль свое вывезет здесь. У Бристл Бека появится какой-нибудь чудо в диффенсе пайп в дальнейшем. БКБ соберет тролль. И вообще вертел он все лишрачье колдовство. Ну я думаю команда ССВ это понимает. В прошлый раз они не додавили. И тут даже если они не понимают, то после прошлой катки точно поняли. Они не додавили соперника. Рейв с более интересными лейтами. У них на тот момент на Джио была медуза подконтрольная. И Рейв разобрались после 35 минуты очень круто против своих оппонентов. Но здесь есть Туди. У меня на Туди конечно ставка побольше чем на Тролля. Тролль это классно. Тролль это интересно. Но Туди имеет нереально крутой контроль. Естественно я о хроносфере говорю. Вот и хроносфера у нас встала. Под ноги Криси Мистик Флэр. Криси очень быстро развалился. НБ тут тоже без вопросов разваливается. Пошли драться на Рошане. Кому достанется Рошана? Войд забирает. Войд у нас украл Рошана из подноса команды Рейв. Разваливается постепенно у нас Тролль. Разваливается у нас мидер команды Рейв. Короче говоря полнейший развал команды Рейв. 29-8. Good game well played. Действительно good game. Да, она была немножко лагнутая. Она была тормознутая. Но мува в крутых мы увидели достаточно много. Если бы при таком развале, а развал был действительно ощутимый. У меня бы из подноса украли еще и Аэгис. Последний хлеб вообще команды Рейв. То я бы точно ГГ написал при любом преимуществе. Ну что, Лешрак закончил этот матч со счетом 12-0. ГПМ 634. Очень круто. Фейслес Войт из сложной 4-2-5. Тоже показатель крутой. По артефактам ничего особенного. В общем-то и не вынес, но хроносферы давались распрекрасные. Ну а здесь немножко беда и печаль. Ну сами понимаете счет 28-9. Это конечно же развал. Так, пока что у нас пауза. Пауза до вечера. Вечером у нас играет такой коллектив, как Evil Geniuses. Играет он в 23 сет. Это 12 часов по Киеву и это час ночи по Москве. Я точно буду его комментировать. Ждем с нетерпением и услышимся уже ночью. А пока не забывайте. Нажимайте follow на твиче. Это очень полезно для нас и вам ничего сложного. В этом тоже не вижу для этого мува. И подписывайтесь в группу ВКонтакте и на канал YouTube. Смотрите вводы, смотрите повторы как в группе, так и на канале YouTube. Участвуйте в какой-то активной жизни у нас в группе ВКонтакте. Будем постепенно оживать и набирать обороты. Дальше только интересней. Все, меньше играйте в доту, больше читайте книг. Услышимся уже ночью. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok